доброе утро друзья с вами верстанкевич сегодня девятнадцатый каст который называется у нас завтрак с библии и сейчас он проходит тут буквально мы час проводили тренинг для нашей команды вместе с моим партнером по капитанству этой команды с татьяной рыцкой и мы говорили как раз не мы говорили она говорила о страхах сегодня и о том как как себя вести общественными страхами и пока мы говорили я вот на доске написал видите там сзади меня написано love no fear то есть любовь без страха когда есть любовь то там нет никакого страха и сегодня мы говорим о мы будем говорить немножко о том что такое любовь и как она связана с страхом со страхом салон 24 стих 12 кто есть человек боящийся господа и ему укажет он путь который избрать вот смотрите очень важный момент казалось бы написано любовь без страха а в самом написано кто есть человек боящийся господа мы уже об этом говорили много многократно но возможно что-то слышит в первый раз слово страх господний в данном случае это не тот страх который мы имеем ввиду да то есть если мы берем например возможно это недостаток слов в русском языке ну что вы видите в оригинале когда мы читаем библию там написано и рада дунай то есть вот этот вот страх это не страх перед тем что ой там найти там сейчас упаду сейчас разобьюсь там решишься за страх не причинить боль то есть мы когда входим в отношении с богом мы хотим не расстраивать его мы хотим его не раздражать мы хотим угождать ему это это и страх то есть страх он на самом деле не перед самим богом перед самим богом это скорее не страх а вот не знаю вот вся слава да все уважение это светлым а это мало похоже на тот страх который мы знаем страх это в данном случае не пах от как написано в еврейском языке и слова пах от когда например пах от мир и пол да у страх перед падением это именно ира таду на это тот страх чтобы не навредить отношениям и в данном случае где мы видим еще это этот страх не навредить отношениям в любви в отношении между двумя людьми например когда мы так пытаемся строить отношения чтобы не разрушить их чтобы ничего не помешало им чтобы эти отношения были чистыми всегда были взаимо взаимнообразно выгодными удобными максимально комфортными максимально вдохновляющими максимально это и есть вот тот самый страх это самое ира таду на и то есть мы хотим жить вот в таких отношениях и в данном случае когда мы читаем этот псалом он только подтверждает вот эти слова love no fear что страх он должен быть вере любовь должна быть без страха то есть когда мы в любви когда мы вот этой любви включающий в себя как написано в русском языке страх страх божий или боящийся господа тогда мы не боимся что мы где-то ошибемся мы не боимся совершить эту ошибку мы знаем что тут написано он укажет путь который избрать он сам укажет путь который избрать когда мы боимся принять решение когда боимся сделать что-то когда мы боимся встать на правильный путь или неправильный путь мы всегда думаем а как же мы Здесь написано, кто есть человек, боящийся Господа. Мы уже знаем, что значит слово боящийся. Это любящий. Ему он укажет путь. То есть Бог укажет путь, который избрать. Ну а у Бога все пути праведные. Мы знаем, что его мысли не наши мысли. И все пути, которые он указывает, они ведут именно в Царствие Божие. Поэтому нам необходимо полюбить Бога и бояться испортить эти отношения для того, чтобы видеть пути, которые нам Господь указывает. Вот я знаю, что сегодня воскресенье. Многие из вас сегодня идут сейчас в церковь для того, чтобы служить Господу, служить своим братьям и сестрам. И просто вот с этой мыслью отправляйтесь на служение сегодня и живите всю ближайшую неделю и всю оставшуюся жизнь. Бойтесь Господа, то есть любите Его так, чтобы бояться испортить с Ним отношения. И тогда Он укажет вам путь, который избрать. А эти пути всегда правильны, всегда истинны и всегда будут угождать Ему же. А, собственно, в этом мы и должны преуспевать. Это все, что я хотел вам сегодня сказать. Спасибо вам за внимание. С вами был Аверин Станкевич. Завтрак с Библией завтра в 10 часов по Израилю и, соответственно, в 9.30 по Израилю, в 10.30 по Москве. Спасибо вам за внимание еще раз. Пока.